Значит, вебинары представлены также на сайте panduk.ru.online. И вебинары представлены у нас сериями. В каждой серии по три вебинара. Некоторые из них находятся в разработке, но там есть свои нюансы. Я сейчас вам все подробно расскажу. Самая интересная личная для меня и самая, наверное, вдохновляющая серия вебинаров это серия «Собери свой уникальный Трайбл-образ». Находится на сайте через slash panduk.ru slash tribal look. Итак, в серии представлены три вебинара. Первый вебинар в записи от 3 января 2023 года. Называется «Трайбл-макияж». К нему вы еще получаете раздачный материал в 39 слайдов. Программа вебинара. Вы узнаете о том, что такое сценический образ. Узнаете и про типирование. Узнаете про дневной и вечерний макияж, а также чем они отличаются от сценического. Какие вам необходимы будут материалы. И какие необходимо пройти последовательно подготовительные процессы, чтобы подготовить себя к нанесению сценического макияжа. Далее будет макияж глаз, тонирование, скульптурирование мокрое и сухое, макияж губ. Расскажу про ресницы, потому что наклеивание ресниц обычно для студентов – это самая большая проблема. Так вот, здесь про это будет. В конце мы подведем итоги. Накрашусь вместе с вами. Вы все это увидите своими глазами. В конце скачаете раздаточный материал. И у вас останется образ. У вас останется понимание. У вас останется раздатка. И, так сказать, собственное накрашенное лицо. Второй вебинар – это вебинар с записью от 5 января 2023 года. Называется «Трайбл прическа». Здесь раздаточный материал в 61 слайд. О чем мы поговорим на этом вебинаре? Программу вебинара мы разберем снова сценический образ. Необходимые материалы и подготовительные процессы. Здесь тоже будет все очень последовательно. Дальше сделаем прическу на свои волосы. Я вам расскажу, какие лучше всего выбирать шиньоны. Они могут быть с разными вариациями крепления и перекрытия. Расскажу про цветы и украшения на голову. А также самое интересное – про тюрбан. Как его крепить, как его собирать, как его украшать. И все это мы последовательно сделаем. То есть я буду рассказывать про любые главные украшения. И здесь будет еще про возможности, про дополнительные украшения. В конце подведем итоги и соберем образ. Третий вебинар из серии тоже очень интересный и очень объемный. Это, наверное, самый большой вебинар, который на сегодняшний день у нас есть. И это вебинар «Трайбл костюм». Проблема начинающих в том, что они не понимают, что можно, что нельзя. Каждый раз при подготовке к первому, второму, третьему выступлению ко мне приходит очень много сообщений в личку про то, а это подходит, а это подходит, а это подходит. И я считаю, что главной проблемой этого является то, что начинающие студенты не имеют еще насмотренности. Так вот, этот вебинар совершенно точно поможет вам сформировать насмотренность. И после него вы сможете сами себе ответить на вопрос, а подходит вам это или нет. В программе вебинара снова мы проговорим про сценический образ, про особенности костюма в групповой импровизации, эти если либо FCB style. Почему? Потому что в «Трайбл фьюжн» вы все-таки не ограничены в полете фантазии. А вот в групповой импровизации, к сожалению, у нас есть достаточно строгие, я бы сказала, даже суровые каноны. И там костюм, он имеет такую наслоенность. Вот, и чтобы сделать все, и ваш образ смотрелся целостно, смотрелся гармонично, нужно все-таки понимать, что с чем сочетается, а что не сочетается. Хотя здесь тоже все зависит от подачи, от образа, который вы придумали под данную музыку. В рамках вебинара мы поговорим про чоли, лифы, шаровары, юбки, платки пояса, про украшения, а также будет информация про сьют, если вы не знаете, что такое и с чем это едят. Я расскажу про свой опыт, про те новшества и возможные вариации, которые мы в пандуке создали, как мы преобразовали обычные классические костюмы, что мы сделали, чтобы разнообразить наш образ танцевания. Здесь вот можно почитать отзывы. Я вам, например, предлагаю здесь такие. Очень важный цикл вебинаров, мне кажется, он нужен всем новичкам, чтобы голова встала на место, потому что когда ты приходишь в Трайбл, на тебя обрушивается куча имен, терминов, названий, атрибутики. Ты подписываешься на группу ВК, начинаешь понемногу разбираться, но все равно очень сложно отделять главное от второстепенного. Я совершенно согласна с девушкой, которая написала вот этот вот комментарий, считаю, что да, это точно, это точно так. Анастасия, вы большая умница, не только помогли понять и разобраться в достаточно сложных скрытых моментах Трайбл образом, но и вдохновили на подвиги. Да, потому что я, кроме того, что рассказываю теорию, еще рассказываю о своем собственном опыте. Было очень интересно, познавательно и полезно, очень глубокое погружение в тему вебинара. Была и теоретическая часть, и практическая часть. Теперь нужно еще несколько раз закрепить пройденный материал, уже ничего не будет страшно. На это вам дается время. То есть спокойно, не один раз посмотрели и конспектировали, а можно просматривать в течение месяца, что-то уточнять, что-то записывать, если нужно. Для меня макияж всегда был проблемным вопросом, даже сейчас себе не уверена. Но когда расставлены ориентиры, жизнь существенно облегчается. Хорошо, что появилась такая идея сделать тематический вебинар. Это упрощает подготовку к выступлению и позволяет получать максимум удовольствия. Да, и в обычной жизни все полученные знания тоже можно использовать в облегченном варианте. Конечно, конечно. И теперь мы узнали, как создается такая красота. Так сказать, с научной точки зрения. Я Трайбл занимаюсь с 2015 года. И пока я дошла до более-менее приемлемого варианта макияжа, прошел не один год. А тут 3,5 часа и все рассказали. Конечно, в данном вопросе очень важна практика, причем желательно систематическая. Но после занятия становится понятно, что нужно делать и к чему стремиться. Жизнь становится проще и играет другими красками. Какой труд вложен в эти уроки? Громадный. Я думаю, что вы очень сильно любите то, чем занимаетесь. Потому что такой подвиг сложно повторить. Действительно люблю. И это мои любимые вебинары на сегодняшний день. Несмотря на то, что я знаю про кисти, спонжи, смоги, скульптурирование, так как брала урок у визажиста, для меня МК оказался полезным, так как дал уверенное понимание о правильном и неправильном. Специфику сценического макияжа в плане тонирования, цветовой гаммы, наклеивания декора. Не пожалела, что записалась. Это то, что пишут участники. Это их отзывы. Девушки три дня по несколько часов были на всех вебинарах. Ну вот они получили определенный опыт.